В универсальном спорткомплексе ЦСКА состоялся первый матч четвертьфинальной серии мужской баскетбольной Евролиги. Российский клуб ЦСКА принимал испанский Бильбао. Команда из страны Басков звезд с неба не хватает, но в плей-офф Евролиги, пусть и впервые в истории, так просто не выходит. Главный тренер армейцев Йонас Козлаускас предупреждал перед матчем, что испанцы играют быстро и вариативно. И соперник с первых минут встречи начал подтверждать сказанное мудрым литовцем. Американский разыгрывающий Бильбао Аарон Джексон разгонял атаки гостей. Отмеченный все тем же Козлаускасом, как один из лучших снайперов Костас Василиадис, с завидной регулярностью расстреливал кольцо ЦСКА с дальней дистанции. Только в стартовой четверти Грек трижды попал из-за дуги. При счете 31-31 в начале второго отрезка Козлаускас взял первый тайм-аут. Надо защищаться лучше. Опять же, даем ему много бросков свободных, которые, кажется, без защитника, которые не попадают. У нас, кажется, не очень хорошо для нашей команды. Дальнейший ход событий лишь подтверждал правоту наставника российской команды. Козлаускас предупреждал, что баски будут жестко действовать на подборе. И форвард ЦСКА Андрей Кириленко получил в глаз под чужим кольцом. Ну, на самом деле, я думал, что хуже будет, попало в глаз. Но я, честно говоря, не знаю, кто задел, я не смотрел. Чтобы я видел, кто задел еще. Нет, на самом деле, такой неприятный момент просто, когда глаза особенно. Завел армейцев не только синяк под глазом у Андрея Кириленко и наставление Йонаса Козлаускаса в большом перерыве. Вдохновила и торжественная церемония поднятия под своды УСК ЦСКА майк легендарных армейцев, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы Александра Травина и двукратного серебряного призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы Юрия Корниева. После этого тайм-ауты брал исключительно наставник Бильбао Фоцис Кацекарис. Однако инструктаж трудолюбивого и старательного тренера, знакомого российским болельщикам по работе в петербургском Динамо, испанцам не помог. Аарон Джексон был все так же гибок и легок на подъем, вот только передачи его красивые и остроумные не находили адресатов. В третьей четверти преимущество российской команды достигло 20 очков, а перед заключительным перерывом было уже плюс 30. Рулевой ЦСКА Йонас Козлауско сдал продышаться на площадке всем заявленным на матч игрокам, в том числе Дариушу Лавриновичу и защитнику Евгению Воронову. И гости на себе испытали, что такое длинная скамейка ЦСКА. На испанцев после матча больно было смотреть. А армейцы могли бы еще поиграть. Спасибо тренеру по физической подготовке Эволдесу Кондратавичесу и доктору ЦСКА Роману Сметанину. Устал, но не настолько, чтобы прийти и обычно отдыхать ей дома. Готов к следующей игре уже. Матч завершился со счетом 98-71 в пользу ЦСКА. Плюс 27. Так здорово армейцы в плыве в Евролиге, с тех пор, как в главном клубном Евротурнире появились четвертьфиналы, еще ни разу не стартовали. Игроки российской команды наотрез отказались размышлять о будущем, и это правильно. А вот олимпийский чемпион Сергей Тараканов может позволить себе заглянуть в будущее. Вчера посмотрел игру Панатинайкоса с Макаби и очень удивился, потому что Панатинайкос выглядит совсем по-другому, чем выглядел в начале сезона. Вызывает опасения предстоящая возможность с ним встречи. Четвертьфинальной серии Евролиги до трех побед между российским ЦСКА и испанским Бильбао продолжится 23 марта. Матч вновь пройдет на площадке армейцев в Москве.